Компания Веневисион представляет В фильме также снималась Эва Бланко. Композиторы Луис Роман, Вероника Фарияс. Оператор Джонни Феблес. Режиссер Роман Чельбау. Сто сороковая серия. Наконец, на какую свадьбу мы идем? Постой, подожди, я ничего не понимаю. Подожди. Минуточку, сейчас. Подожди, ты меня нервируешь. Значит, ты сегодня встал, да, и приехал сюда. У тебя было, не знаю, предчувствие, и ты выбросил худышку с балкона и примчался сюда? Нет. Не понимаю, ты же с ума сходил по этой кляче. Нет, Финита, ладно, пусть так, признаю. Мне повезло, что я встретил такую женщину, как Наталья. Она только... Замолчи, не желаю слушать. Нет, дай мне объяснить, Финита. Дай мне объяснить. Мне повезло, что я встретил такую женщину, как Наталья. Но я всегда любил только тебя. Финита, постарайся понять меня. Весь год, что я был за границей, я только и делал, что думал о тебе, тосковал по тебе. Да, я пытался забыть тебя, но сколько бы я ни пытался, от этого мое чувство к тебе укоренялось во мне еще глубже. Финита, пойми, я... Я не знаю, как сказать, но я люблю тебя. Я люблю каждый сантиметр твоего тела. Каждый килограмм. Каждую твою округлость. Я люблю тебя. Правда, Финита. Я люблю твое отношение к жизни. Я люблю твою любовь ко мне. Твои любящие глаза. Финита. Финита. Я люблю тебя. И никого другого ты больше не любишь? Ты уверен? Нет. Нет, Финита. Слушай, если ты завтра сбросишь 30 кило, я буду любить тебя. Или если ты наберешь 50, я буду любить тебя. Ибо я люблю женщину. Тебя. Я люблю тебя всякую. В любом обличии, с любыми мыслями. Я люблю тебя, Финита. Клянусь. Я хочу, чтобы... Чтобы ты верила мне. Ничего не имею против того, чтобы оставаться толстой. Потому что я обожаю все сладкое. Жить не могу без сладкого. И прекрасно, прекрасно. Потому что... Это меня убеждает, что Бог... Есть. Все на своих местах. Как и должно быть. Финита. Прости меня. Слушай, я люблю тебя, Финита. Серьезно. И хочу, чтобы... Ты простила меня. И приняла таким... Какой я есть. Идиот. Идиот, любящий тебя. Ты нужна мне. Я принимаю. Тем более, что ты прокололся. Я прокололся? Да, прокололся. Я больше никогда не отпущу тебя одного. Никогда. Никогда. Я хочу снова сходить от тебя с ума. Только не готовь мне рыбные суфли. Вот видишь? Тебе оказывает услугу сам владелец, милая. Все получилось отлично. По высшему классу. Так же красиво, как и хозяйка дома. Пальчики оближешь. Скажи мне, Ланда, тебе так нравится? Куда там? Жалюзи висит криво. А вот сам он ничего. Смотрится неплохо. Ну вот. Ботеро, мне кажется, там не совсем ровно. Непрямо. Непрямо? Мне кажется, одна сторона ниже. Ты не можешь немного приподнять, сделать повыше, ну не знаю. Иландит, учти. Твои желания для меня закон. Но я хочу объяснить тебе моя радость. Значит, дело, дорогая Иландита, в том, что иногда бывает так, что ни гордины, ни жалюзи, милая. Потому что, смотри, ты проводишь линию из точки А в точку Б. Понятно? Ты говоришь угу, но я вижу, ты ничего не понимаешь. Я тебе объясню. Да, пожалуйста. Подожди, я сейчас. Смотри. Мы измеряем, да? Всегда исходим из точки А вот здесь до точки Б. Да, я так и думал. Что такое? Ничего. То, что я и говорил. Что? Не жалюзи, милая. Это окно. Оно кривое, как антенна на полицейской машине. Ты думаешь? Это так же точно, как и то, что ты самая красивая из всех женщин, что я видел в последнее время, Иландита. Все точно, Иландо. Дорогая, это то, что мы инженеры называем, как это, отклонением. Понятно? Как у Пизанской башни. Пизанская башня? Ну да, та, что в Италии. Знаешь, такая кривая. Значит, мой дом? Твой дом кривой. Кривой? Да, абсолютно. Хочешь? Боттеро. Хочешь кофейку? Кофе? Да. Так, дело идет на лад. Похоже, приятель, сегодня тебе что-то обломится. Ну, я бы выпил с удовольствием. С удовольствием. А с тобой мне вдвойне приятно. Сейчас будет. Он уже сварен и процежен. Да. Да, Боттеро. Подождешь? Подождать? Конечно, милая. С тобой я бы даже ждал, когда доллар снова поднимется. Я сейчас. Иди, милая. Сейчас принесу. Спасибо, милая. Так держать, парень, так держать. Не спеши, Боттеро, потихонечку. Вот тебе нектар богов. Спасибо, Ландита. Надеюсь, понравится. Никогда дама кавалеру не угождала так, как ты мне. Спасибо, милая. Не за что, Боттеро. Вкусно. Знаешь, что, Ландита? Всегда приятно пить кофе с кем-то таким же приятным, правда? А когда это еще и красивая женщина, как ты, намного приятнее. Боттеро, у меня кружится голова. Иоланда, когда ты краснеешь, это потрясающее зрелище. Мне это очень нравится, милая. Господи, голова кружится. Ну и пусть кружится, зато здесь Боттеро, и он рядом. Наконец-то ты получил свое, Боттеро. Наконец-то. Боже, как это сладко. Ты моя принцесса. Как сладко. Ты знаешь, толстуха, почему бы нам с тобой не... Толстуха? Толстуха? Что толстуха? Как что толстуха? Да толстуха это твоя. Слушай, Боттеро, чтобы последний раз в жизни ты называл меня толстухой, потому что ты меня не будешь звать ни холодильником, ни тем более шифонером. Ясно тебе? Ну, моя дорогая, ты не так поняла, толстуха это ласково. Ласково? Ласково. Еще чего. Слушай, Фабиан, Боттеро, чтобы это было в последний раз. Слышишь, в последний раз. Или обращаешься со мной как с королевой, или проваливай. Окей? Окей. Ну, прости меня, пожалуйста, прости. Нет, я не верю. Правда? Столько лет. И ты в моей постели. Ты здесь. Ты рядом. Мне тоже с трудом верится. Ты представляешь ждать этого столько лет. Я хочу сказать... Нет, ты представляешь или нет? Я хочу тебе кое-что сказать. Ты мой дорогой. Знаешь, это правда, мне тоже трудно в это поверить, но... Ей-богу. Был момент, когда я испугался. Я подумал, что ты забыл о меня. Ты испугался? Да. Правда? Да, правда. Меня это радует. Не представляешь, как меня это радует. Ты не знаешь, как я испугалась, когда увидела тебя с этой женщиной. Она и красивая, и симпатичная, и размер 46, а у меня 52, но... Ты себе не представляешь. Но я хотела сказать... Что? Она похожа на новый напильник и никогда не потолстеет. Прошу тебя. Точно. Не надо. Хватит. Не надо больше, Наталья, прошу тебя. Я ведь с тобой. Нет, ты скажи мне. Правда, ведь это как сон. Нам с тобой вечно что-нибудь мешало. То одно, то другое. Сперва был этот Баттера, потом Крылышко-Цыпленка. В общем, знаешь. Хватит. Я же сказал, забудь об этом, пожалуйста. Это все прошлое. Прошлое? Да, Финита. Сейчас есть только мы. Мы своего добились, и это навсегда. Ты мой милый. Навсегда. А вот. Отметьте. Синьор и синьора Баттера. Мерси, Баку. Вот это ясно. Синьора Баттера. Армандо, вчера вечером ты... Вчера было много разного. Твое место рядом с Баттера. Твоим мужем. Если кто из присутствующих против этого брака, пусть скажет сейчас или никогда. Я против. Финита? Эта женщина ни за кого не может выйти замуж. Прости, Финита, но это слишком. Тебе придется смириться. Твой муж Баттера, а я женюсь на Бриджит. И точка. Нет, синьоры. Это невозможно. Почему? Бриджит, не притворяйся. Мы все знаем, что ты инопланетянка. Что это? Откуда это? Что случилось? Кто ты такая? Откуда? Привет, милый. Наконец-то я получила свободу. Я спрашиваю, кто ты и откуда? Я твой, Джин. Только твой. И я пришла, чтобы исполнить твои желания. Слава Богу, мы своего добились. Конечно, добились. И это навсегда, Финита. Теперь мы принадлежим друг другу. Ты моя любимая. И знаешь, что я тебе скажу? Я люблю тебя такой, какая ты есть. С твоим прошлым. И с твоими вшивыми детьми. И с твоими... С твоими роскошными округлостями. Ну, еще бы. Совсем, что у тебя есть. И это... Финита навсегда. Навсегда. Правда? Армандо. Что? Говори. Что случилось? Не важно. Армандо. Армандо. Но... Потеряла кое-что. Что ты ищешь? Я потеряла. Нашла. Но зачем сейчас, Финита? Я нашла. Финита. Что это? Ты хочешь жениться на мне? Что скажешь? Ты хочешь жениться на мне? Вот, я нашла только такое. Не надевается. Ладно, потом надену. Да, я тебе помогу. Конечно, да, Финита. Конечно, да. Я хочу жениться на тебя. Да, давай поженимся завтра. Нет, сегодня. После обеда. Да. Хотя, если как следует подумать, нам это ни к чему, Финита. Ни к чему. Как это ни к чему? Нет, я ощущаю себя женатым на тебя уже 11 лет. Я всегда был женат на тебя, Финита, потому что я люблю тебя. Да? Да. 11 лет? 11 лет. Нет, милый, ошибаешься. Почему? Я очень хочу выйти замуж в фате. И чтобы был торт и праздник. Я хочу все. Я хочу выйти за тебя. И чтобы был торт. Скажи, что ты хочешь жениться на мне. Я хочу, Финита, хочу. Я женись на тебя, когда хочешь и где хочешь. Серьезно. Женишься на меня? Я женись на тебя, Финита. Ну вот, Наталья, опять надо строить жизнь заново. Какая досада. Столько лет и все одно и то же. Пусть ты падаешь и встаешь, но ты знаешь, что всего есть конец. Это такие циклы. Ты много чего знаешь. И честно говоря... И честно говоря... В общем, это не так страшно, как садиться на диету или бросать курить в понедельник. Не могу поверить. Синьора Челло. Как вы? Можно вас обнять? Конечно, как поживаешь, Маффер? Как дела? Нет, нет. Вот так облом. Ты ведь никакая не Челло. Ты же другая. Мне очень жаль. Знаешь, Челло это мама моего бывшего парня. У него такая фигура. В общем, вот облом. Да, и я приняла тебя за другую. Знаешь, я спутала тебя с девушкой, которую, кажется, звали Френеси. Плохо наше дело. У нас лица, как у многих. Или мы запутались в этой жизни. Запутались? Мне это больше нравится, чем лица, как у многих. Понятно. Может, присядешь, составишь мне компанию? Можно. Я должна с кем-то поговорить. Я ушла от своего парня. А это, знаешь ли, была отличная партия. Ты ушла? Он ушел. Этого не может быть. Кошмар. У меня, представь, то же самое. Пусть это тебя утешит. Он бросил меня ради другой. А она похожа на вешалку. Понятно? Как я тебя понимаю? Вешалка для одежды. Я тут чуть-чуть не начала жалеть. Какая глупость. Подумала, что мне, чтобы не уходить, надо было бы... Нет. Зачем это? Зачем стремиться остаться с кем-то, если тебя не любят? Вены резать, что ли, если он любит другую? Надо быть с тем, кто любит тебя. И без тебя умрет. В общем, найдется другой. Это точно, найдется другой. Нет. Мой был что надо. Тоже клевая партия. А какая у него фигура. Какие губы. Какая улыбка. И что? Влюбился в вешалку для одежды. Ладно. Давай лучше есть. Найдется другой, кто и нас полюбит. Может, и не скоро, но он найдется. Это правда. Да, это правда найдется. А пока ты можешь вспоминать, как тебе было хорошо, и какое это было наслаждение, и что ты вела себя правильно, и делала все как нужно, но не получилось. Ведь так? Да, да, правильно. Мы пожили со смаком, пошумели. Вот что мне важно. Да. А теперь давай скрестим пальцы. Давай скрестим пальцы и загадаем. Ты тоже скрести пальцы, чтобы появился следующий. Вот теперь уже точно все пропало. Она сегодня выйдет за цыпленка. Вилкер, я бы и хотела сказать нет, милый. Но похоже, что ты прав. Ты знаешь цыпленка, нет? Ты его видела. У него лицо такое, как у петушка. Не спутаешь. Не знаю, Вилкер. Я надеялась, потому что я знаю Каролину. Она спит и видит, как она выйдет замуж за Хуана Диего. Но он женится на Юбери. Так вот, я тебе скажу, что он ей совсем не пара. Он ей нет, а она ему. Похоже, она ему, да. Нет, Вилкер. Для нее пара. Ты. Ты должен был побить этого типа. И отнять у него Юбери. Я тебя не узнаю. Ты смирился? Но мы, мы никогда не гнемся, не ломаемся. Нет, мама. Я не смирился, я просто... Оставь меня, Лолита. Ведет себя, как тряпка. Всем хорош, мой сынок. А как простудится, говорит, что умирает. Досадно. Милая, это тебе. Милая, чтобы ты сварила себе кофе, какой тебе нравится. Я купила тебе ткань для фильтра. Вот так. Это мой подарок. Чтобы прямо с утра вспоминала обо мне. И не очень скучала. Мама, ты так говоришь, как будто я за границу уезжаю. Милая. Нет, нет, только без слез. Моя очередь. Сестренка, я никогда не забуду твой подарок. Поездку на Лос-Рокес. Подарить тебе неделю так далеко отсюда я не могу, а поближе это да. В колонии товар. Спасибо. Чтобы твой медовый месяц был сладкий-сладкий. Сойдет, нет? Еще как сойдет. Ну вот, держи. Сейчас надо быть изобретательной, чтобы мужчина не потерял интерес. Еще как сойдет. Тетя, мой подарок не такой классный. Рамка для свадебной фотки. И чтобы там была я. Обязательно. Конечно. Спасибо, птичка. А вот и я, вот и я. Ну вот, сестренка. Это тебе. Дарю тебе скалку. Хотя знаю, готовить ты не будешь, но это классический подарок. Штука в доме необходимая. И что же с ней делать? Ну, если парнишка выкинет фокус, возьмешь ее и по загривку. Да, это элегантно, братец. Сегунда всегда оригинален. Открытку не потеряйте. Он молодец. После такой красоты мне неловко вручать мой подарок. Это такая штучка, маленькая-маленькая. Но стоит ее надеть, сама знаешь. Я ее надену, но только не здесь. А сейчас дайте мне. Мой подарок особенный. Не думал, что когда-нибудь расстанусь с ним. Но вот, настал момент. Это вещь твоей бабушки. Я ее купил, когда она переехала жить ко мне. Теперь пусть это будет у тебя. Храни. Спасибо, дедушка. Внученька. Ну все, все. Садимся за стол, а то у нас все остынет. Спасибо вам всем за подарки. Я очень растрогана. И еще я хотела сказать. Сегодня я не хочу видеть ни одной слезинки. У нас праздник. И давайте уже садиться за стол. Самое время. Если кто-нибудь заплачет меня, ни за что не сдержать. Да, моя сестра точно не самая счастливая невеста. Моя подружка едва держится. Какие у нее грустные глаза. Пусть все будет хорошо. Хуан Диего такой серьезный, и моя тетя тоже. Выходила бы за вилки, рассмеялась бы до упаду. Боже, как она старается скрыть свою грусть. Какая там любовь. Бедная девочка. Я как романтик знаю. Без любви жизни нет. Наконец, настал великий день. Я выхожу замуж. Не смотрите на меня так, пожалуйста. Я слишком счастлива и не хочу есть. Каролина, послушай меня только внимательно. Может, ты что-нибудь и поймешь. Твой цыпленочек женится на Эклипсе, на этой Юри Мейси, Юри Лейси. Не старайся, это бесполезно. Она глухая. Не глухая. Оптимистка. Нет, милая, это не оптимизм. Это как его... Ну как? Ты знаешь. Это невероятно. Невероятно. Невероятно хотеть выйти замуж за любимого. Я знаю, мой птенчик не кажется вам идеальным. Верно, он не идеальный. Но он любит меня. И я люблю его. И сегодня мы женимся. И будем очень-очень счастливы. Вот увидите. Мы будем счастливы. Каролина, давай сделаем так. Хочешь ехать на венчание, хорошо, поедем на венчание. Мы все будем смеяться, радоваться жизни. А после приедем сюда и все поплачем. Согласна, милая? Что тут говорить? У меня одна внучка, и та малость чокнутая. Ну что же делать, бывает? Значит, едем в церковь. Если уж я была на свадьбе моей дочери с джуниором, то могу ехать куда угодно. Видно, так на роду написано. Это очень важное письмо. Если не доставишь, она будет ждать меня в церкви, а меня там не будет. Я все понял. Вы хотите сказать, что женитесь на другой. Верно, верно. Так что надо вручить ей прямо в руки. Смотри, конверт довольно толстый. Не дай бог, письмо потеряется и попадет к другому. Не беспокойтесь, я отлично знаю, где она живет. Я поехал. До свидания, Мелендес. Я знаю, меня это не касается, но я не согласна. С чем именно, Марго? Извините меня, доктор, но узнать о таком из письма... Знаете, я уверена, будь синьора Хисела здесь, такого бы не было. Бедная девочка. Бедная девочка. Хочешь кофе? Не знаю. Сегодня, похоже, мои ставки не очень высоки. Когда принимаешь решение, таким путем невозможно сохранить лицо, синьор. Ничего другого я не придумал. Разумеется. Но, слава богу, ты принял решение. Мне неловко спрашивать Хуан Диего, но я хочу знать, на какую свадьбу мы идем. То есть, я спрашиваю, на ком ты женишься? На Юбери или на Каролине? С кем будет свадьба? Значит, на ней? Ну и дело. Теперь мне стало легче, когда я знаю, перед кем предстану. Хотя, честно говоря, я не думал. Не думал? Ну, папа, я мог поклясться, что ты одобришь мое решение. Нет? Я был уверен, ты будешь доволен тем, что я выбрал эту, а не ту, но, похоже, это не так. Хуан Диего, я совсем не против этой девушки. Наоборот, мне она очень нравится. Только, понимаешь, какое дело? С одной стороны, я друг ее семьи, а с другой, я не совсем чужой для семьи той, которую ты отверг. Так что, можешь себе представить, как мне неловко перед ними. Пойми меня. Да, я понял. Окей, тебе неловко, но, реши я наоборот, ты сказал бы мне то же самое. Да? Или нет? Да, несомненно. Несомненно. Ты устроился неплохо. Сделала аванс и дочери Бриджит, и дочери Бинвениты. Ей-богу, это войдет в историю. Но что делать? Будем привыкать жить с этим, терпеть косые взгляды, комментарии в агентстве. А что остается? Не знаю. В любом случае, сегодня у меня свадьба. Можешь сделать усилие и улыбаться или нет? Ай, Гуан Диего, как объяснить, что твое решение для меня конец моим надеждам на отношения с Грессиеллой, хоть они и ничтожны. Ну, а теперь, что мне остается? Теперь я уже точно потерял Грессиеллу. Так, посмотрим, что ты хочешь узнать. Слушай, колдунья, ты правда видишь там мою жизнь? Ты что, пришла ко мне кофе пить? Ну, не знаю, думаю, я бы не отказалась. Здесь видно, что у тебя дома праздник. Надо же, настоящее торжество. Так что ты хочешь узнать? В общем, дело такое, у меня есть дочь, взрослая, высокая, Каролина. Ну, у нее приличный зад, и она придумала, что выходит замуж. Но мы не знаем, жених придет на свадьбу или нет. И я хочу знать, праздник это, потому что он женится, или праздник, потому что мы будем в депрессии. Ладно, с праздником все понятно, но ты не это пришла узнать. Что же ты хочешь узнать? Ну, я хочу узнать. Этот жених, птенчик, он женится на ней, или он женится на другой, потому что невест две. Одна высокая, моя дочь, а та девушка, брюнетка, красивая. Если вы еще не поняли, что вы пришли в дом к колдунье, то знайте, что у колдуньи в картах видны энергия, возможности, намерения, но это не интернет, это не фотография, и это вам не сканер. Хотите фотографии? Идите в фотосалон. Или в интернет-кафе. А я колдунья. Фотороботы делают в полиции. Ясно или еще раз включить? Нет, нет, больше не надо. Дело в том, что, в общем, мне не нужна фотография. Я хочу знать, женится ли птенчик на моей дочери, придет ли он на свадьбу. Как мне тебе объяснить? По всему выходит, и здесь это видно. Нет, что ты хочешь знать? Что тебя беспокоит, женится или не женится? Это спроси у священника. Если тебя волнует твоя дочь, успокойся, не волнуйся, с твоей дочкой все будет хорошо. Не волнуйся за нее. Ты довольна? Сейчас подожди. Ты сказала священник? Это значит, что если священник в церкви, а она едет в церковь, значит, он женится. Я не поняла. С ней все будет в порядке, не волнуйся. Все ясно, ты переживаешь за дочь. Не надо. Понятно. Еще одно раз уж я здесь. Скажи, что видно про меня в картах? Как там я? Потому что я несколько дней встречаюсь с Даниэлем Саркосом. Что спрашивать, если знаешь ответ? У тебя все отлично с этим парнем, он без ума от тебя. И мне продолжать с ним? Нет, какие же вы бабы, все тупые и занудные. Зачем приходить сюда и спрашивать то, что уже знаешь? У тебя с ним все в лучшем виде. Ты можешь строить рядами всех, от Карлоса Симанкоса до Луиса Фернандеса. Без проблем. Всего, что нужно, ты добилась. А если ты не выучила урок, что твое счастье не в мужчине, который с тобой рядом, а в тебе, значит, все, что ты делала, напрасно. Теперь ты узнала все, что ты хотела узнать. Ты в порядке. Все, что нужно, ты имеешь. И твое счастье не в твоем мужчине, а в тебе. Ты счастлива. Можешь идти. Что вы хотите сказать? Что нет жениха Банилья. Птенчик улетел. Остановитесь на этом. То есть, объясните, пожалуйста, как это птенчик улетел? Если птенчик улетел, тогда он труп. Ибо честь моей дочери это святое. И фамилия Банилья это святое. Это уже второй раз. Я убью Хуана Диего. Это ясно. Папочка, послушай меня, послушай. Никого ты не убьешь. Ну как же. Послушай. Объясни мне. Не надо никого убивать. Потому что это не вина Хуана Диего. Я тебе расскажу. В общем, мой цыпленок ушел от меня, но я сделала, как ты. Написала сценарий, запрограммировала свадьбу. Это моя мечта, папа. Понимаешь? Мечта. Чтобы Хуан Диего пришел в церковь. Ты помнишь, папа? Помнишь, как в детстве ты мне говорил, что если что-то любишь, надо бороться до конца. Помнишь? Что за свою мечту нужно отдать все. и что тебе не важно, если над тобой смеются, называют тебя глупой. А если не получается, что уж надо смириться. Так вот, это моя мечта, папа. Прийти в церковь и увидеть там Хуана Диего. Я самый счастливый отец на всем свете. ибо моя дочь мечтает и хочет осуществить свою мечту. Ей не важно, что ее обзывают. Это ясно. Не важно, что другие смеются. Она добьется своего. Это означает, что я был прав. То есть, что моя философия жизни побеждает. Каролина, я... Я еду с тобой в церковь. И точка. Я... Я твой отец. Вот. Это ясно. Не только буду с тобой в церкви, но... Я лично. Джуниор Банилья. Я буду с тобой до самого конца света. И точка. Да. Он безнадежен. Я многим делал макияж. Эй, Богу, не вру. Ты у меня думаешь... Тысяча пятисотая невеста. Примерно так. И я восхищаюсь тобой. Ни одна из них, милая, не была так спокойна, как ты. Слишком спокойна, по-моему. Поторопись. Еще Бьенвенида ждет. Будь другом, сынок. Отнеси моему отцу эти брюки. Пусть примерит. И принеси их мне обратно. Бьенвенида, как я брошу невесту на полдороги? Подожди, я сейчас закончу. Феликс. Что? Сделай одолжение. У нас еще много времени. Ясно. Сказала бы, иди посмотри, не снесся ли петушок. Я быстро. Ну вот, сообразил, сынок. Да уж. Иди сюда. Сядь здесь. Давай поговорим, милая. Моя хорошая, я не хочу надоедать тебя. И опять говорить то же самое. Но, знаешь, еще не поздно отказаться. Ты мне вот что скажи. Если Вилкер появится в церкви, знаешь, как в романах, и скажет, чтобы ты не выходил из Ихуана Диего, потому что ведь вы двое любите друг друга, и попросит тебя уйти с ним, как ты поступишь? Нет, молчи, милая. Юбери. Выходишь за одного, а любишь другого. А значит, выходишь замуж. Но как ты так можешь? Ты такая упертая. Вбила себе в голову выйти замуж за этого цыпленка. А со мной ведь ты любишь меня. Или ты меня никогда и не любила, детка. Я бы в жизни с тобой так не поступил. Ну ладно, я зашелся с Елицей. Но я не женился на ней, это другое. А ты выходи замуж. Устраивай банкет с этим птенчиком. Хочешь, я даже спою на этой дурацкой свадьбе. Или могу прийти пожелать тебе счастья. Хотя у меня одно желание. Набить ему морду. В чем дело, Лолита? Ни в чем. Это я так. Есть у меня сын, но он оказался трусом. Ты что? Почему это я трус? А что ты тут гоняешь мяч, будто ты маленький? Ты знаешь, что сегодня? Юбери выходит за Хуана Диего. Ты что думаешь, я забыл, Лолита? Тогда что же? Так и будешь гонять мяч, как недотёпа? Так ты любишь эту девушку. Ты её любишь или нет? Какая теперь разница? Как это какая разница? Завтра уже будет поздно. Завтра ты потеряешь её навсегда. Нет, послушай, я не понимаю, Вилкер. Твоя девушка выходит замуж, а ты такой спокойный. У тебя её забирают, а ты ух... Люблю тебя. Пастор, как поживаешь? Спасибо, Анна, неплохо. У вас я даже не спрашиваю, потому что ответ очевиден. Милая, пожалуйста, позволь мне поговорить с Пастором наедине. Конечно. Зайдёшь за мной в агентство? Да. До свидания, Пастор. Чао, Анна. Аллигарю, я знаю, что ситуация неловкая, но... Ты помнишь, как ты сказал, что хочешь набить мне морду, что за тобой, мол, должок? Можешь исполнить угрозу, но я хотел тебе сказать, Аллигарю, что ты вернул себе Анну, и я очень рад за вас, честное слово. Но я надеюсь, тебе не взбредёт в голову упрекать её за повышение в агентстве. Потому что иначе, дорогой друг, морду тебе буду бить уже я. Пастор, если я в чём-то ошибусь, я сам подставлю лицо. Ты помнишь ту нашу песню, которую мы пели в университете? Пабло Миланеса. Помнишь? Давно это было. Мне потребовались годы, чтобы я, наконец, что-то понял. И пусть Анна будет дома хотя бы три часа, чем её вообще бы не было. Мне это очень важно. Я всю жизнь хотел сделать её счастливой. И, наконец, я понял, что она счастлива тогда, когда она приходит домой после хорошо сделанной работы. Это и есть самое важное. Вот этот момент... Не знаю. Я горжусь тем, что когда-то работал с таким вредным и противным типом, как ты. Я тоже. Слушай, а Бланки-то знает, что ты не настоящий педик. А не хочешь к ней подкатиться? Я хотел тебе сказать, мне нужен компаньон. Если у тебя с ней получится, я тебя приглашу. А если не получится, всё равно приглашу. Надо же. Пожалуйста, помоги. С этим костюмом всё сложнее, чем я думал. Твоему сведению, костюм – это ерунда. Самое сложное ждёт тебя впереди. Ну вот. Женить бы не игрушки, сын мой. Эта обязанность самая прекрасная и трудная в жизни. Вот сейчас тебе и предстоит доказать, что ты мужчина. Знаешь что? Раньше я боялся, просто боялся. А сейчас меня трясёт. Ну, это и правильно. Это в тебе говорит ответственность. Один вопрос, отец. Когда ты женился на маме, ты нервничал? Так же, как и я? А в общем, да, кроме маленькой детали. У меня была всего одна невеста. Хватит, хватит, хватит. И что? Сколько ещё ты будешь меня этим упрекать? Ну, ты это заслужил, сам знаешь. Что заслужил? Ну-ка, обними меня. Я желаю тебе от души, от всего сердца. Будь счастлив. Будь счастлив в этом браке. Действуй. Дерись каждый день за то, чтобы эта женщина, которую ты выбрал, не пожалела, что вышла за тебя. Обещаю, она будет счастлива, отец. Очень счастлива. Я надеюсь на это. Если произойдёт что-нибудь плохое, по твоей вине, ты не простишь себе это никогда. Слушай, а где же Мелендес? Не знаю, ещё не вернулся. Должно быть, сейчас он дома у другой и отдаёт ей письмо. А может, его там убили? Надо было ехать на своей машине, а у этой мотор перегрелся. Письмо ведь срочное. Как я его передам? Если эта девушка ничего не узнает по моей вине и поедет туда, Хуану Диего конец. Вот дела. Не понимаю, как вы можете позволить такое сумасбродство своей чокнутой Каролине? Устроить свадьбу, потратить кучу денег, а жениха нет. Как это возможно? Мы здесь делаем только то, что нам вздумается. Даже выходим замуж без женихов. По-вашему, выходит, это наследственное? Джуниор, можешь мне сказать, зачем ты притащил сюда эту девицу? То есть, Бриджит, Бриджит, сейчас не время, это ясно. Сейчас не время. Мир и любовь. Главное, Каролина. Мы опоздаем, это ясно. Чтобы стать посмешищем, спешить не обязательно. Это мой птенчик. Он приехал сюда. Не может быть. Привет. Даниэль. Добрый вечер. Какой сюрприз? Как это сюрприз? Милая, сегодня свадьба Каролины, поэтому я здесь. Да, да, конечно, проходи, познакомимся. Да, буду рад. Это Джуниор, мой бывший муж. Да, сеньор, очень приятно. А это девушка, которая здесь, это жена Джуниора. Я очень рада. И мне очень приятно. А вот это маленький Леннон, один нормальный в их семье. Чудесный малыш. Я очень рада, Даниэль, снова видеть тебя. Ты помнишь? Снова? Мы с тобой знакомы. Я была статисткой в твоей программе. Хватит тебе лебезить, дочка, это неприлично. Помнишь мою маму, Даниэль? Да, конечно. Минуточку. Я так понимаю, что сеньор, который приехал, друг Каролины, да? Да, конечно, мы с Каролиной очень ладим. Мы с ней добрые друзья, но я здесь не поэтому, сеньор. Это ведь друг моей мамы, папочка. Ты разве еще не понял? Теперь еще не хватает, чтобы приехал друг моей бабушки. И только я без жениха. А ведь невеста я. Я так старался получше пристроить дочку, и на тебе. Попал в семью ненормальных. Ну что? Милая, ты просто королева. Спасибо, мама. Ты похожа на ангела. Глазам не верю, вся в белом. Красавица. Спасибо. Желаю тебе счастья. Да, парень вытянул счастливый билет. Вот, и пусть ведет себя, как положено. Но не то он у меня получит. Это он у меня получит. А ты помолчи, потому что я главная. Я у нее подружка на свадьбе. Подружка, вот ты уже и невеста. А сколько у нас с тобой всего было? Давай я тебя обниму. Ну все. У меня даже молния расстегнулась, мама. Помоги мне. Да, доченька. Все, хватит, хватит. Не надо слез, а то макияж потечет. Спокойно, милая. Мой макияж никаких слез не боится. Я профессионал и знаю свое дело. Ну все, нам пора ехать. Надо еще фото взять. И застегни мне молнию. Да-да. Ну вот, мне осталось только доехать до церкви и сказать да. И ты позволишь увезти любимую девушку, Вилкер? Неужели ты ничего не сделаешь? Красивее невесты я в жизни не видела. Правда, мама? Готова. Нам пора в церковь. Все, Каролина? Едем. Ну что, едем? Хуан Диего, должно быть, уже ждет. Хуан Диего, должно быть, уже ждет. Фильм озвучен компанией Зон Вижен. Субтитры подогнал «Симон»